Когда экономика в стагнации, финансы поют романцы, а поиск работы превращается в бродяжничество, в головы отдельных управленцев приходят безумные идеи. В период начала упадка Древнего Рима было решено построить Колизей. Такое впечатление, что тогдашним императорам некуда было девать деньги. Хотя, признаюсь, сооружение впечатляет. Во времена Брежневского застоя, это не столь далекое прошлое, пользуясь скачком цех на нефть, тогдашнее руководство Советского Союза, вместо того, чтобы заняться обновлением основных фондов промышленности, вкладывать деньги в науку и создание современных технологий, с бесшабашностью тратило нефтедоллары в покупку ширпотреба. Словом, не понимая, что куда полезнее возводить такие предприятия, приобретая опять-таки технологические новинки. Результаты и в первом, и во втором случае хорошо известны. И Рим, и СССР исчезли. Приведенные примеры могут кому-то показаться натянутыми, но как по мне из одного ряда. К чему это? Да к тому, что на днях сразу несколько общенациональных СМИ разразились информацией. Вот что пишет Киевское издание «Комментарии». Гиральдическая палата Украины обнародовала проект новых банкнот для банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Если он будет принят, в новом дизайне будут выпущены купюры номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен. Дизайн и банкнот самого мелкого 1, 2 гривны, а также самого крупного номинала 500 гривен отсутствуют. Когда новые банкноты появятся в обороте, в настоящее время неизвестно. Не знаю, как отреагирует подавляющая часть населения, но у меня вопросы возникли. Если Национальный банк Украины в своих недрах что-то затевает, то это может аукнуться не только на состоятельных украинцах, но и на рядовых обывателях. И речь веду не столько о технической стороне выпуска новых ассигнаций. В конце концов, американский доллар тоже меняет свой внешний вид, но делается это, подчеркну, для усиления защиты банкнот от подделок. Такие же процедуры наблюдаются и в Европе, где усиливают эту самую защиту. Правда, не меняя дизайна денежных купюр. При этом и в США, и в Евросоюзе не скрывают, что каждое такое решение стоит немалых денег и отыгрывается на кошельках налогоплательщиков. Что заставляет наше государство задуматься над изменением дизайна гривны, понять невозможно. Если спор вокруг того, что лица, изображенные на купюрах, не всегда имеют полное сходство с оригиналом, то, полагаю, это не столь важно для подавляющей массы населения. В конце концов, я что-то не замечал страстного желания сравнить портрет Леси Украинки на ассигнации с таким же живописным творением. Словом, дело, скорее всего, не в оскорблении эстетического восприятия руководства Национального банка Украины, а в чем тайном. Я очень хорошо помню 1961 год, когда на смену старым советским купюрам пришли новые. Но тогда мы все стали свидетелями и участниками деноминации. Напомню, что это такое. Деноминация в экономике укропнения денежной единицы страны без изменения ее наименования, проводимая в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам. Не думаю, что Украине сегодня грозит эта самая деноминация. Зато, опасаясь другого, как бы под брелогом изменения дизайна купюр Национальный банк не напечатал дополнительную денежную массу, что может привести к ситуации 90-х, когда курс фантиков менялся по нескольку раз на день.